Что это? Боже мой, что это? Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики! С вами снова Гидеон, и это рубрика Old School. Мы продолжаем проходить несравненный Silent Hill. И это восьмая часть моего прохождения. Ну что же, вперёд! Ну а сейчас, дорогие друзья, пришло время узнать после нажатия генератора в подвале нашего госпиталя Алхимилы, что же изменилось. И я чувствую, что изменилось очень многое. Что же, выйдем? Мне кажется, я активировал Кошмарный мир, хотя нет, ещё мир Кошмаров не активировался. О, зато тьма уже явно наступила. Поднимемся мы... Мы сейчас в подвале находимся. Поднимемся на второй этаж, наверное, или на первый всё-таки. Я даже не знаю, куда нам подняться. На первом... Я не помню, мы всё осмотрели или не всё. Сейчас взгляну на карту. Может быть, сейчас двери открылись? Может быть, я рано зашёл в лифт? Я хочу всё-таки осмотреть эти комнаты. Хотя там и эти страшные жуки ползают. Но они нас не очень-то атакуют, пока мы тут в темноте ходим. Это странно. Хотя, вспоминая фильм Сайлент Хилл... А, он не может без фонаря разобрать что-либо на карте. Вспоминая фильм Сайлент Хилл, там монстры не атаковали, пока мы не включали свет. Всё ещё... Да, и сейчас монстры точно так же не атакуют, пока мы не включали свет. Это генераторная, да? Нет, это подвал и выход наверх. Давайте просто поднимемся наверх. Зачем нам сейчас пользоваться лифтом? Двери и так у нас... Двери и так у нас всё равно закрыты. Давайте посмотрим, открылся ли вход в кабинет. Вообще, но мне кажется, да, ничего здесь не изменилось. Единственное, что изменилось, это мы включили лифт. И раз мы включили лифт, значит, мы сможем попасть на второй или на третий этаж. Ну, давайте так и поступим. Потому что пока что остальные двери всё ещё закрыты. Откроются они, конечно, как мне кажется, уже в кошмарном... В кошмарной реальности. В кошмарной версии этой больницы. Так, где мы сейчас? В каком-то предбаннике. Да, и дальше идём исследовать. Самок заклинило, дверь нельзя открыть. Значит, второй этаж для нас заблокирован. Или же мы сможем в него попасть по лестнице. Потому что, да, лабиринты в сайлент-хиле это стандартная такая вещь. Постоянно они у нас здесь происходят. Постоянно нам нужно пробираться то по лестнице, то на лифте. Здесь мы опять тоже в каком-то... Какой-то прихожей. И эту дверь заклинило. Что же нам делать? Третий этаж закрыт. Второй этаж тоже закрыт. В итоге нам остаётся что? Спускаться на первый или в подвал? Так, на первом этаже у нас... Куда нам дальше идти? Ха. Вот так вот сайлент-хил любит нас озадачивать иногда. Мы не можем пройти здесь. Потому что здесь заклинило замок. И на второй этаж мы тоже не можем пройти. Потому что там тоже замок заклинило. А у нас есть четвёртый этаж. Почему я его раньше не видел? Вот в этом у меня вопрос. Почему я раньше не видел четвёртого этажа? И почему он сейчас появился? Ну давайте поднимемся. Что-то мне это не очень нравится. Ведь явно раньше не было четвёртого этажа. Откуда он взялся? Откуда он взялся? Где мы сейчас находились, и что мы сейчас, простите, видели? Кажется, это кошмарная часть Silent Hill, кошмарная часть версии Алхимилла. Или же это переход в нее, потому что все покрылось ржавчиной, и замки закрыты, и все, все какое-то старое, все облезлое. Где мы? У нас нет ни карты, ничего этого места. Что происходит? О, Господи, где же мы? Четыре. Кстати, в японской мифологии цифра четыре связана со смертью. Куда мы спускаемся? Где мы находимся? Боже мой. Третий этаж. Видимо, переход на четвертый этаж. Это был как раз переход между реальностями. И мы первый раз встречаем медсестру. Добить, добить, скорей. Почему он не добивает ее? Или он уже ее убил? О, Боже мой. Да, это кошмарная часть Silent Hill. Кошмарная, вернее, версия. Первый раз мы встретили медсестру здесь. Где мы находимся? Да, мы находимся на третьем этаже. И теперь мы как раз попали на лестницу. И на третий этаж из нее. Что ж, давайте осмотримся. Кошмарная музыка нас не отпускает совершенно. Что у нас внутри? И еще кто-то. Опять медсестра. Ох ты, е-мое. Наконец-то. У нее в спине какие-то непонятные наросты. Или что это вообще? Я даже не знаю. Мы берем еще одну настойку. Посмотрим на наше здоровье. Да, у нас красная. Применим ее. Конечно же, да. Это все ужасно. Ужасный кошмар. Ну, что мы видим на стене? Стальная пластинка привинчена к стене. Ну, нам бы ее чем-нибудь открутить было бы неплохо. Но, видимо, у нас ничего нету. Кроме, конечно, пистолета. Ножом мы вряд ли открутим ее, потому что все-таки это не квест какой-нибудь. Это четкая совершенно игра, где четко определены вещи, что наш... Ой, нет. Взять. Нет, спасибо, нож. Нож я брать не хочу. Где наш персонаж откручивает только отверткой, конечно же. Кошмарные медсестры. В кошмарной... В кошмарной больнице. Дверь тоже заклинила. Только лужа крови осталась от твоей медсестры. И здесь у нас сохранение. Телевизор с видеомагнитофоном. Видимо, где-то мы можем найти пленку и просмотреть ее здесь. Патронов еще немножечко. Конечно, сохранимся. Палата 302. Я пока в полном смятении. Так резко нас переместили в эту версию больницы. Очень быстро, внезапно совершенно. Куда эта дверь ведет? А, это бельевая. Так, стоп. Аккуратней. Где-то здесь медсестра. Или даже две. Ничего себе. Похоже, там еще одна. Сколько на нее патронов нужно? А это почему-то умерла намного быстрее. Странно. Фу, ну что же, идем дальше. Ну что же, идем дальше. Конечно, решетки под ногами и полная пропасть внизу дает нам неизгладимое впечатление. Страха страха, страха, страха упасть куда-то. Так, вышли мы из этой двери. Посмотрим карту. Да, мы сейчас находимся в другой части. Мы не заглянули в туалеты. Давайте посмотрим, что там. Эта дверь у нас, да, открыта, хорошо. И туалеты где-то у нас здесь, да, если я не ошибаюсь. Да. Этот закрыт. А этот открыт. Надеюсь, мы никого тут не встретим. Хотя, кто знает, что это. Это пластинка черепахи. Ну, возьмем, конечно. Не знаю, зачем она нужна. Что? Это еще что? Что случилось? Кто-то в стекло ломился, видимо. Видимо, кто-то в стекло хотел. Прямо в окно к нам. Так, посмотрим карту еще раз. Эти палаты. Палата 301 нами была не проверена. А она, между тем, тоже открыта. Что это? Птичья клетка? Птичья клетка. В ней пусто. Но, как мне кажется, она не просто так здесь. Совсем не просто так. Но ничего не произошло, между тем. Просто птичья клетка. Идем дальше, следует третий этаж. Справа у нас склад. Давайте посмотрим, открыт ли он. Да, он открыт. Там мы видим аптечку. Как и... Боже мой, что это за звук? Ой, как он мне не нравится. Монотонный, страшный звук. Но склад чист. Ну, пока что. Мы видим здесь кровь. Пакет с кровью. Еще одну аптечку сначала я возьму. А потом уже осмотрю этот пакет. Упаковка с кровью. Зачем она нам? Не знаю. Ищет все время. Все время вот это решение. Взять ее. Да или нет. Ха. Эта дверь заклинила. Ну, заклинило, так заклинило. Опять этот звук появился. Исчез. Да, все время нас, конечно, пугают. И довольно успешно получается. Я так хотел подольше побыть в нормальном, не кошмарном сайлент-хиле. Но, рима не суждено. Опять этот звук. И еще мы что-то видим. Еще одна пластинка на стене. Что здесь? Это пластинка кота. Взять ее. Больше ничего там нет? Да. Кот, черепаха. Какие-то детские пластинки. Детские. Какие-то. Здесь очень много, конечно, в игре. Безусловно, каких-то отсылок именно к детям, к детским вещам. И это все, конечно, не просто так. Это все имеет глубокий смысл. Теперь открытым. Открытым. Здесь мы никого уже не увидели. И, надеюсь, лифт работает. Спустимся ниже. Да, все время существует. Вот, видите, четвертого этажа уже нет. И его не будет. Какой-то переход все время существует между одним и другим миром. И он всегда особенный. Ну, давайте отправимся... Не знаю, на второй этаж, что ли. Будем исследовать все постепенно. Видимо, опять сейчас... Нет, пока тихо. А, ну это же еще... Вход, так сказать. А, здесь дверь закрыта. Да, как же я мог забыть, что дверь нужно открывать изнутри. Ну, тогда... Нам нужно по лестнице спуститься на второй, видимо, этаж. Давайте вернемся на третий. И по лестнице спустимся на вторую, чтобы, ну, уже открыть дверь. Надеюсь, монстры тут снова не появились. Какие кошмарные двери. Какая везде вот эта вот ржавчина. И кровь. Вот эта все время присутствует. Так, где-то... С какой двери мы вышли? Я уже плохо помню. Вроде боковая какая-то дверь. Вот эта, по-моему. Сейчас посмотрим. А, нет. Сзади меня которая. Ну, практически сзади меня. Вот эта вот. Она ведет нас на лестницу. Спускаемся ниже. Кстати, только через лестницу мы можем попасть сейчас на тот четвертый этаж. Который как бы четвертый, которого на самом деле, конечно, нет. Давай, 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 давай. Все. Убили. И что мы здесь видим? Список смерти. Я слышу шорох. Я сначала... Я думаю, там еще одна. Да, там еще одна. Разное количество патронов требуется на каждую из жертв. А это у нас что? Какой-то список ничего интересного. Ну, списка-то нет. Список на той стене, а здесь пусто. Почему он говорит, что здесь какой-то список? Тридцать пять. Тереза Файнли. Шестьдесят. Хьюго Эф Уайт. Восемнадцать. Стивен Лордс. Сорок пять. Альберто Т. Морган. Тридцать восемь. Роберт К. Брикс. Пока не знаю, что это значит. Видимо, это одна из загадок. Одна из головоломок. Ну что, давайте осматриваться. Сначала, конечно же, туалеты. Как самые маленькие комнатки. Мы осмотрим самые маленькие, но не самые спокойные. Да, они закрыты. Давайте заглянем в Сестринскую. В Сестринской. Ох ты. Будет ли Сестринская сестра? Нет, здесь только какая-то надпись. Что это? Облака плывут над холмом. Чистое небо в солнечный день. Мандарины горькие на вкус. Счастливый четырехлистный клевер. Фиалки в саду за окном. Одуванчики на обочине тропинки. Неизбежная пора ложиться спать. Жидкость текущая из перерезанных вен. Боже мой. Фу. Какая гадость. А по-моему, до того, как я читал эту записку, здесь не было этой двери. Фу. Да, серьезно. И мы видим на двери четыре квадратных углубления. Видимо, цвет каждой совпадает с пластинками, которые нам нужно собрать. К чему эта надпись была? Может быть, чтобы просто испугать нас? Скорее всего. Куда вы хотите вставить пластинку? Э, ну сюда. Сюда вставить нельзя. А, вот оно как. То есть мы можем еще в разные места вставить. Ну, в любом случае, у нас сейчас нет пластинок всех. Четырех. Поэтому у нас только две. Кот и черепаха. Причем с этим, со стихотворением они никак не связаны. А это я могу применить? Здесь нельзя использовать. Жидкость текущая из перелезных вен. Да, уж кошмар. Вон, это есть. Она у нас есть. Да. Это все, конечно, ужасно и страшно. Страшно и ужасно. Сестринская просто. И мне кажется, эта дверь будет закрыта. Да. Потому что та дверь как раз ведет в противоположное помещение. И да, мы туда не можем пройти. Она у нас заблокирована загадкой. Давайте осматривать палаты. Опять здесь кто-то. Что это за штуки на спинах? Какой они смысл несут с собой? Даже не знаю. А это у нас зажигалка? Это зажигалка. Взять ее. Кстати говоря, действительно, в самом начале, когда мы встретились с этими карликами, у Гарри не было никакой зажигалки. А то, что он зажег, действительно похоже на какую-то спичку. Охотничью или туристическую. Эти палаты закрыты. А вот эта открыта. И здесь мы... Что это? Боже мой, что это? Что это? Фу. Какая гадость. Может быть... Так, нет, это я карту открыл. Господи, что это? Может ему крови дать? Фу. Давайте попробуем. Точно. Какая мерзость. Мы взяли пластинка болванщика. Я знаю, что это. Это сказка Алиса в стране чудес. То есть, иногда его, конечно, переводят как шляпник. Но иногда как болванщик. Да, мы взяли еще одну пластинку. Теперь у нас их три. Осталось найти всего лишь одну. И я догадываюсь, что она, наверное, где-то на первом этаже. Ну да, где-то она должна быть примерно на первом этаже. А вот это я даже не знаю, что, честно сказать. Он говорит, что это список, но здесь же ничего нет. Хотя, по идее, это что-то должно быть. Посмотрим. Может, есть... Может, можно что-то применить? Нельзя зажигалку использовать. Может, я думал сжечь эту штуку. Но, видимо, нет. Посмотрим карту. Да, мы по лестнице сейчас спустимся вниз. И уже на первый этаж. Как раз туда, куда мы попасть не могли в самом начале. Кто-то нас уже встречает. Да. Это врач! Это врач! Ничего себе! Я думал, тут только медсестры. Но это врач. О, как интересно. Посмотрим карту. Да, мы можем сейчас выйти. Но я... Хотя, давайте. Замок заклинило. Мы не можем попасть. Вот так вот. Альтернативные... Альтернативные места. В них нельзя попасть. Из одного в другое. Хотя нет. И в некоторых местах можно... Еще один врач. Фу. Еле успеваем их убивать. Набиваем. Фу. Кошмар. Какие страшные. Конечно, мы выйти сейчас не сможем. Да, безусловно, не сможем. Потому что это темное... Нет, в подвал я пока не пойду. В подвал я пока идти не готов. Мы опять в аптеке. И мы нашли пластинку королевы. Как опять же... О, боже мой, что это? Я сохранюсь. Ну что же. Мы дошли до сохранения. Какой-то страшный стук мы слышали после того, как взяли пластинку королевы. Последнюю, четвертую пластинку. Которая позволит нам решить загадку на третьем этаже. И на этом я закончу восьмую часть моего прохождения по Silent Hill. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Гидеон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вступайте в группу ВКонтакте. И советуйте друзьям. Всем спасибо. И до следующей миссии. Субтитры сделал DimaTorzok